Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим беседы, как бы ответы на вопросы. Эта серия бесед называется «Открытым оком во свете Библии». Вот перед нами Святая Библия. Святая Библия. Нужно научиться говорить так. Потому что православные вообще Библию не знают. В абсолютном, подавляющем большинстве. Сегодня поговорим о торговле в храме. Все эти темы у меня описаны в этой книге. Это второе издание к истинному православию. Это моя книга. Я ее очень долго собирал. Буквально по фразе находил. Божий храм и торговля несовместимы. А на что жить? А на что церковь содержать? Вот на все эти вопросы я отвечу. У нас нет торговли. Это крестовозвиженская община. Мы находимся у нас в Трапезной в городе Барнауле. Это я беру из газеты «Время и деньги». Я даже не знаю. Кажется, даже указано было, откуда это взято. «Время и деньги» 5-го, 3-го, 96-го, номер 13-й. Прямо оттуда беру. Это моя статья. И я оттуда ее беру. Известный в крае православный проповедник Игнатий Лапкин твердо исповедует солженицынский принцип «жить не по лжи». Несмотря на жесткую критику многих православных иерархов, его позиция находит понимание и у архиерея в Русской Православной Церкви. На прошлой неделе его скромное жилище посетил епископ Барнаульский Алтайский Антоний. Епископ принял трапезу в Доме Проповедника, в ходе которой они обменялись мнениями о практике совершения на Алтае различных православных обрядов. Дальше я уже как бы статью даю. Существует выражение «отмывать деньги, добытые преступным путем». Это делается, как правило, через вложение пахнущих грехом окаянных тугриков в законное производство. Деньги пахнут. Это известно уже минимум как 3600 лет со дня написания Торы, первой части Библии. А то, говорят, деньги не пахнут. Пахнут. «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ибо то и другое есть мерзость перед Господом Богом твоим». Второзаконие 23.18. То есть на строительство содержания Церкви не должно принимать пожертвования ни из секс-индустрии, или добытого за алкоголь, наркотики, табачи и преступным путем. Но самые преступные деньги – это полученные за продажу человеком его души. А это делается тогда, когда человека обманом завлекли в торгашеские отношения с Богом, устраивает индульгенции, симонию, за деньги пытается откупиться от возмездия за грехи без исправления жизни. Ко мне на работу приходит однажды молодой человек, знающий меня, и говорит, я слышал, вы хотите храм строить? Я принес вам деньги. Я его не просил, не знаю, но пришел с аквояжиком. Видно, что заработал. Я говорю, так это же на храм. Мы должны проверить, что за деньги. А что проверять? А законы нажитые. А как вы их заработали? Да у меня несколько магазинов. Вот Бог дал мне это. И поэтому я православный, и поэтому хочу православным помочь. Я через печать узнал, что это вы. Скажите, а вы книги-то продаете? Ну, конечно. А что там в книгах? Да разное. Но бывает такое там непристойное женщину? А сейчас нигде без этого нет. Мы не можем принять. Да как так? А вы собак не продаете? Нет, я с собаками не возлюсь, кошки есть. Значит, у него один пункт. И я от него не принял. Он не то, что обиделся, он был удивлен и не понял ничего. Но я же даром даю. Я не в долг даю. Вам здесь денег хватит построить хороший храм. Я уже заранее дал Богу обещание, что если будет так, не приму, дорогой Сережа, не могу я принять. Нам заповедь запрещает. Сегодня кто откажется, когда сам Сенрикёй и с кем только не знаются, от кого только не берут. Какие только там вклады не сделаны в храм Христа Спасителя. От самых ярых грабителей, разорителей русского народа. Так что нельзя его принимать? Спросить надо. Спросить. Вот два пункта, которые указаны и чётко... Просто их толковать-то не надо. Блудница принесла. Деньги можно взять от неё. Он эти деньги пустит на помощь ближе. Мне на храм. Повторяю. Они целенаправленно не проходят. Всепрощение и милосердие Бога Человека Иисуса Христа безграничны. И только дважды Спаситель мира грозным своим обличением прибавляет немедленное наказание. И случилось это в самом святом месте, в храме Божием, где алчные духовные вожди устроили дом торговли, вертеп разбойников, продавая в доме молитвы жертвенных животных. И сплет шибиш из верёвок сын Божий изгнал служителей мамоны и запретил навсегда даже проносить через храм какую-либо вещь. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Всё это происходило с ними, как образы. А описано на наставление нам, достигшим последних веков. 1 Коринфянам 10.6.11 Обречаемые совестью коростолюбивые священники-архиереи, лишь на следующий день попытались отомстить агнцу Божию за рассыпанные на полу церкви дивиденды. Ради гнусных прибытков, тогдашние менялы и опиралы, через Верховный Совет, то есть Думу тогдашню, протащили закон, что жертвенных животных можно покупать только у них. Хотя бы сам человек имел и тысячный оттар овец. При своём и перхальном управлении они продавали голубей, овец, валов в 13 раз дороже номинальной стоимости. Но ещё Карл Маркс уверял, что при 400% выгоды нет такого преступления, и даже под страхом виселицы, на которые не пойдёт капитал. А в церкви умудрились добывать до 2000%. Это цена крови. Матфея 27.6 И как сказал патриарх Алексей Второй, патриарх, кавычки открыты, «Каких бандитов принимают в церковь? Настоятель превращается в диктатора. Всё чаще поступают жалобы на то, что от священников пахнет водкой и табаком. Нередки случаи, как мне известно, и ссоры между духовенством и приходскими советами из-за дележа от собранного. Да он что знает-то, патриарх, он же отдалён от народа, но жалоб столько много, что всё-таки проникли». Господь Христос предупреждает, «Не можете служить Богу и мамуне, и невозможно соединить благоговейную тишину, молитвы и базар торговли». Где это известно? Официальная хроника московской патриархии, номер 2, 1993 год, 18. Номер 1-3, 1994 год, это страница 18, это страница 34-38. «И при том торгует нечистым, к чему как к мерзости нельзя прикоснуться, чтобы не оскверниться. Ибо повелённо Богом приносить ему жертву только из чистого воска, из чистого елея, всё чистое. А нечистое принадлежит нечистому, чтобы вы могли отличать священное от несвященного, и нечистое от чистого». Левитам 10-10. Об этом Серафим Саровский говорит. Священные должны быть чистые восковые, и не вазелиновое масло, елея натуральные. А от нечистых невосковых свящей портятся лики икон и зрение прихожан. Каноны православной церкви категорически запрещают вести какую-либо торговлю в храме и в церковной ограде. Кавычки. Приближалась Пасха иудейская, Иисус пришёл в Иерусалим и нашёл, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели именно в щеки денег. И деньги, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, так же и овец и валов, и деньги им на щеков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом в торговле». При всем ученики его вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоём снедает меня». Иоанн 2.13.17. «Домом в торговле» – это первый раз изгонял, а второй раз более строго. «И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы миновщиков из камней продающих голубей и говорил им, «Написано, дом мой домом молитвы на речи отца, а вы сделали его вертепом разбойников». Матфея 21.12. «Никто не должен внутри священных оград корчевницу или различные снеди поставлять или иные купли производить, сохраняя благоговение к церквам. Посему, если кто обличен в реченном преступлении будет, да будет отлучён». 6-й Вселенский Собор, 76-е правило, кавычки. «Подобает в церкви стоять со страхом и трепетом, и Бога молить и со слезами о своих согрешениях, и шептания бы и роптания, и празднословия устранить. То насколько более надо у нас священникам о церковном порядке заботиться, и бесчинникам запрещать, и после первого-второго предупреждения повелевать и таковых изгонять вон и от церкви отлучать, пока не исправятся». Ста глав, 38-я глава. «Бог установил содержание священства в храме. Задание каждым членам церкви десятой части со всех своих доходов». Кавычки. «И всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня». Левитам, 27-30. «А сынам Левия, вот я дал в удел десятину со всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в Скинии собрания». Число 18-21. «Туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши». Второзаконие 12-6. «И начатки из молотого хлеба вашего, и приношений наших, и плодов со всяких деревьев, вина и масла, мы будем доставлять священникам в кладовое при доме Бога нашего, и десятину с земли нашей Левитам. А они, Левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие». Нееме 10-37. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам», — говорит Господь Савов. «Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня». Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной приношением. «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня, Бога. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, — говорит Господь Савов, — не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, — говорит Господь Савов. Малахи 3, 7-11 «Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю, установлением вечным, с начатками десятинами произведений земли и начатками шерсти овец, и отдавал это священникам сынам Аароновым для жертвенника. Десятину всех произведений давал сынам Ливииным, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал, и каждый год ходил и издерживал ее в Иерусалиме. А третью десятину давал кому следовало, как заповедала мне Девора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротою». В Киеве на место гибели первомучника Федора Иоанна была воздвигнута десятинная церковь во имя Успения Божьей Матери, ставшая центром общерусского сбора церковной десятины, пожаланной церкви святым князем Владимиром, то есть Василием в крещении. «Деньги или подарки запрещено брать за крещение, за таинство и треба». «Если кто епископ или приспитер или диакон, деньгами это достоинство получит, да будет извержен, и он и поставивший. И от общения совсем даст сечется, как Симон Волх, апостольское правило 29, 6-й Срединский собор, 23, 100 глав, 44-45. «Если слово Божие угрожает по гибели всем идолопоклонникам, служителям Меркурия, Бога Торговлито, обманывающему, обвешивающему, делающему пересортицу, это проданные свечи, перепродают по несколько раз, или тушат свечи, не давая им сгореть, воруя на огарках, хотя закон гласит «Богу всесожжение», то почему бы раз и навсегда не выбросить торговые точки из храмов? Слово «всесожжение» в Библии встречается 288 раз. Псалом 50, 18-21, Марка 12-33. Тут и встает вопрос. Если нет катехизации длительного оглашения, то есть основательного учения приходящих, то ясно, что нет и обращения, нет рождения свыше и нет общины, нет единой послушной церковной семьи, нет и спасения, все чужие друг к другу, нет дисциплины, и никто не будет платить налог десятину церковную. А деньги-то нужны в любом случае-то. Пошли по иному пути церковники и епархии. Человек грешит, потом хочет замолить грехи, больше покупает свящей, больше грешит, больше доход. Грехами народа моего кормятся они. Осия 4-8. И поэтому получается, что не храм во имя покрова Богородицы, или в честь Николы Угодника, и в честь Александра Невского-то, а комок, или вертеп в честь Александра Невского. Мне приходилось говорить в разных городах, в разных церквах, но, видимо, кого-то Господь касался. И мне сообщили, в Москве один батюшка сильно этим проникся, и стал говорить проповеди. Что мы делаем? Вот я сказал, во время литургии не продаваться. Стоит торговка друг на дружку, стопка складывает, как Иуда. Она все равно гремит. Я сказал, закрывать ящик. Закрыли ящик. И как только последние слова с миром изедем, она скидывает, дальше опять та же самая торговля. Но не должно этого быть. И когда он убедил весь народ, они ящик церковный разбомбили, вытащили его и сожгли во дворе. И он сказал последнюю проповедь. Это не просто деньги. Это жить проклятой, то есть скупость наша, имею в виду, присосался к нам. Нужно все-таки когда-то посмотреть со стороны. Вот зайдите в храм немного. У меня знакомый священник. Я говорю, давайте вместе зайдем и посмотрим. Приехал архиерей. Они вместе зашли. Одно считается, другое, третье. И архиерей, архиепископ спрашивает, а что у вас тут совершается? Ну как что? Тут стоят это за здравие поют, вон там дальше стоят это за упокой, а вот тут молебен, канон. Заказали канон. Кому считать? У русских часто бывает ванифатию. Ванифатий он сможет отбить человека от пьянки. Почему? Ну он сам такой был блудник и пьяница. И считает, что у него, он сам не мог от этого отстать. Когда уверовал, то и когда отошел. Так через уверование надо искать. И неупиваемая чаша, икона неупиваемая чаша, у Лескова описанного. Неупиваемая. Даже не придумаешь какое, то есть ясность, что никогда ее не выпить. Никогда. А как же быть? Ну как довериться Богу? Молиться? Не участвовать в торговле? Не пить? Не пить? А в торговле не участвовать? Вот у нас в общине, у нас в торговле вообще никакой нету. Покупает воск, чистые наши старушки, сестры, льют их, свечи приносят, и никто не ходит. Сколько надо, батюшка ставит свечи и горят. И у нас в уставе написано, свечу нельзя тушить. Она догорит, помигала и погасла. А я видел в армянской церкви, у них на противень, на листик, на крупнозернистый песок, и они подходят и в песок ставят. Она догорит, погасла, нигде ничего нет. Ну может там какая-то капля упадет, и все. То есть в торговле покончить можно в один день. Я здесь беседовал, и было два киоска. Так беседовал, что стало три киоска. Однажды из университета мы идем, я там вел занятия, и один мужчина, очень ко мне расположенный, высокого роста представительный такой. Ну наконец-то, говорит, я поверил. Ну понятно, когда ты проповедуешь, и кто-то обратится, ну хочу я или не хочу, но если ангелы на небе радуются, то и я радуюсь. Я иду, и ничего не сказал, и порадовался. Но мне всегда хочется узнать, какое место Библии коснулось его. Не просто он поверил, что Бог сотворил небо звезды. Меня интересует место Писания. Я у каждого пытаюсь узнать, какое место Писания. Меня вторая глава Деяния Апостола втрунула. Я занимался в это время изучением языков, разговаривал на разных языках, и вдруг языки Бог дает сразу. Я не поверил. Мне сказали, одно ты не веришь, другое, другое, одни корочки останутся. Я у 50-тиков обратился, но им 50-тиков не был. Это было для меня достаточно, чтобы просить у Бога веры во все, что написано здесь. Ну какое место? А он говорит, вот я пришел тогда к вам на занятия, вот сегодня. Я считался, что я верующий, я православный, хожу, причащаюсь. А вот сейчас я поверил по-настоящему. Я говорю, так а что вам не хватало? Так я теперь поверил, что я не верующий. Я вначале как-то опешил. Теперь я знаю, что надо Евангелие искать, чтобы подвязаться единодушно за веру евангельскую. Так а какое отношение православие имеет к этому? Самое прямое. Это церковь от апостольских времен, много потерявшей. Корабль долго шел, стоял, битый бурями, а брос ракушками. Их ощущать надо. А сектантство любое, это на утлой какой-то лодке может быть, а может быть на доске. Пытается переплыть, как Серафим Сарусский говорил. Тебе ли это сделать? Когда корабль всеми волнами кидает из бездны в бездну. Итак, в церкви не должно быть торговли. Никакой. И главное это десятина. Нынче мне, то есть в 2012 году, Господь позволил у протестантов встретить одного человека, молодого довольно еще, звать его Игорь. Девять ребятишек у него, мало-мало-меньше. И первый, который не являясь субботником, не адвентистом седьмого дня, тоже там сектий какой-то, сказал, я плачу всегда пять десятин. Мы прочитали про Товию, три. Вы не знаете, как мне это дорого и близко. Такой сектант не имеет значения. Он готовый к православным. И вот спорить десятину в Новом Завете не сказано. Да не сказано. Зачем говорить-то, когда оно установлено Богом навеки? Ну а почему нет? Да потому что продавали имение к ногам апостолов. Сто процентов отдавали. Я когда уверовал, я в первый день решил, я буду платить девять десятин. Дебять. И ста заработанных, девяносто отдавать на дело Божие. И пятьдесят лет прожил в этом. И притом ни разу голодным не был. Когда скажешь, а что ты хвалишься? Хвалящееся хвались Господом. Человеку это невозможно. Ну попробуй. Ну попробуй на один год. Девять десятых заработанного отдавать. Говорит, увидишь, что получится. Поэтому у меня выработка была всегда на работе. А строитель двести восемьдесят, триста процентов. На двух-трех работах. Чтобы мне что-то осталось. Милостью Божией. Да сохранит нас Господь от торговли в Доме Божьем. Ему слава во веки веков. Аминь.